Друзья, всем привет! И с вами Елена, и вы на канале Мой Сад Моя Города. Сегодня я хотела, друзья, вместе с вами посеять вот такую вот красотку, махровую гипсофила. Вот такая вот растение многолетнее, кто знает, да, кто сажает гипсофилу, это очень красивое растение. Вот, сейчас я вам про нее прочитаю. То есть многолетнее травянистое, сильно ветвистое растение образует шаровидный ажурный куст, цветы многочисленными, белыми, махровыми, необычными цветками. Лучше растение растет, лучше растение на рыхлых супесчаных почвах с высоким содержанием извести. Вот, друзья, очень любят гипсофилу, известковый грунт. Вот, если у вас не известковый грунт, то тогда добавляйте на ведро воды 2 столовые ложки вот этой пушонки, или мука это называется, да, то есть известковая мука, все это перемешиваете и сажаете тогда гипсофилу. То есть также гипсофилу не любят, когда находятся слишком близко вот эти грунтовые воды. Это очень губительно для гипсофила, потому что у гипсофила достаточно такой прямой корень, который идет в глубину где-то сантиметров 50-80 сантиметров идет в глубину. Вот, и поэтому грунтовые воды гипсофила очень не любят. Так что сажать гипсофилу нужно отведенные, то есть солнечные места специальные. То есть лучше гипсофилу сажать, конечно, как я считаю, все-таки в отдельных местах. Я имею в виду, чтобы, потому что гипсофила вырастает достаточно высоко, метр высотой. И также, ну, либо расстояние между гипсофилами все-таки где-то метр на метр, потому что кусты вырастают очень-очень, ну, я имею в виду вот эти ветвистые, да, они вырастают до метра и так, и так. То есть поэтому расстояние где-то с метр между кустами, если вы сажаете несколько кустов. Вот, также можно сажать и как миксами, да, то есть гипсофила очень красиво смотрится. Вот, здесь, как пишут, да, посев производится с 1 по 20 мая, да, но я хочу сказать, что я высеиваю в феврале для того, чтобы все-таки у нас подросли наши цветочки, да, ну, в смысле наши, наши гипсофила, чтобы когда уже я ее высаживала, и к осени она уже уходила у нас окрепленная, то есть уже достаточно окрепленный кустик у нас будет, вот, нежели вот с посевом, да, как тут написано, потому что регионы у всех разные, да, поэтому они же не пишут, для какого региона все-таки, у кого-то вообще зимы нет, а у нас вот в Сибири достаточно короткое лето, поэтому я живу в Новосибирске, и поэтому я высеиваю свою гипсофилу в феврале месяце, друзья, чтобы она уже, то есть и даже осенью она может у вас зацвести, друзья, немножко, но зацветет, вот, а на следующий год она уже покажет себя во всей своей красе, а на третий год у вас просто будет ажурный красивый куст. Гипсофилу можно добавлять как и в цветы, да, то есть добавляют в букеты, да, очень красиво смотрится, гипсофила бывает разная махровая, бывает гипсофила розовая, там мелкими-мелкими цветочками, также гипсофила бывает с мелкими просто цветочками немахровыми, гипсофила бывает также и однолетняя, которая высеивается сразу в грунт, где-то в мае месяце, да, но это как однолетнее растение, вот, я предпочитаю все-таки многолетнее растение, которое будет у вас месяц, целый месяц где-то она показывает себя во всей красе, друзья, вот, кто знает и кто еще не знает, вот, будете знать, друзья. Сейчас я приготовила, я земля, то есть грунт у меня здесь какой, идет, идет у меня торф с перемешкой, значит, немножко я добавила универсального сюда для цветущих, то есть одна часть грунт, вторая часть, то есть добавляется, значит, торф, добавила я вермикулит и перлит. Сейчас я все это дело вот так вот проливу немножечко, раствор у меня тут идет фитоспорин, то есть чтобы немножко обработать земельечку, вот, в подложечке я сделала дренажное отверстие дырочки, чтобы у нас водичка не скапливалась, вот, и сейчас мы с вами будем высевать нашу гипсофилу, друзья. Насыплю немножечко в ладошечку. Семена такие, знаете, достаточно мелкие, но не совсем мелкие, чуть-чуть даже покрупнее, покрупнее, чем у петунии, вот такие вот семена, вот такие вот, да, Катенька, покажи, вот такого размера семечки, вот, и сейчас мы будем высеивать по чуть-чуть, по чуть-чуть, вот так вот сухим пальчиком, ни в коем случае не мокрым, по подложечке рассеиваем, вот так вот сильно много я не буду ложить, потому что в пачке очень много, они еще у нас на будущий год пригодятся, то есть, вот, как же я, почему пригодятся, потому что, друзья, ну, как бы люди приходят ко мне за рассадой, и поэтому мне приходится высевать. Размножается гипсофила тремя способами. Это метод, значит, посева семян, значит, второй метод, это деление, деление, да, но я хочу сказать, что делить гипсофилу лучше не надо, то есть, я вам не рекомендую, потому что корень, как я вам сказала, очень глубокий, и не всегда принимается гипсофила, если при делении куста она очень сильно болеет, вот, и третий метод, это тогда, когда рано весной, когда начинает появляться, идет сокодвижение, когда начинают идти отростки, да, почки вот эти вот выходят, и где-то сантиметров 10, вот так вот, да, и тогда можно отламывать, да, и укоренять, то есть, методом черенкования, вот, тремя способами размножается гипсофила многолетняя, друзья. Сейчас я вот так все аккуратненько, прямо чуть-чуть, чуть-чуть, сильно много я, друзья, не буду, можно песочком присыпать, можно тем же самым грунтом сухим, вот, присыпаете вот так вот, и сейчас вот пройдем с вами с опрыскивателя. Здесь я добавила стимулятор, стимул, то есть, это для того, чтобы у нас все-таки взошли быстрее семена, и схожесть, чтобы была хорошая, то есть, кто знает стимулятор, можно эпином также, да, можно HB101, то есть, вот, HB, это значит, одна-две капли на литр воды, да, проходите, также и эпин одна-две капли, и стимулятор тоже самое, одна-две, максимум три капли на литр воды, вот так, и проходите. Вот так вот прошлись, попрыскали. Вот и все. Сейчас их водичка вот так вот, в смысле, грунт тянет туда немножко, в почву наши семена, я накрою пленочкой, либо вот эта вот у меня есть крышечка, вот эта вот, я приготовила, и поставим в теплое место на проращивание, то есть, сходит где-то 10-12 дней, вот, в течение 10-12, потом можно поставить под лампу, можно, в принципе, и сразу под лампу поставить, у кого есть такая возможность, если нет, просто в теплое место поставьте куда-нибудь, и 10-12 дней можете даже сюда не заглядывать, вот, как только наклюнуться, и ставите тогда уже под лампу, потом мы будем с вами, когда уже будет 3-4 листа, 3-4 листочка, мы будем с вами их пикировать, друзья, по отдельным стаканчикам, или ячеечкам, то есть, ну, вот так вот, потом я вам все покажу, друзья. В общем, кому понравился мой ролик, кто знает вот такую красотку, я вам советую просто ее посадить, еще посеять, и также розовая тоже очень красивая, просто нынче не было розовой, но если мне попадется, я вот поеду в магазин, обязательно прикуплю еще розовую гипсофилу, тоже очень красиво, друзья, я вам просто рекомендую, вот, кому понравился наш ролик с Катюшкой, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, вот, также можете сделать репост на других каналах, если мы вам нравимся, и вам хорошо, и нам хорошо, то сделайте нам приятное, друзья, и пока-пока!